Посяда Игорь Иванович Вот я сейчас уже здесь не живу, но всякий раз, когда прохожу мимо, я вспоминаю тот забор, который был возле этого дома. Он такой голубой-голубой, как дедушкины голубые глаза, и к этим глазам он всегда подбирал на 9 мая себе праздничный светло-серый костюм, всегда надевал ордена. Когда я была в 10 классе, он сказал, пойдем сфотографируемся, он как раз только что мне купил полароид, фотоаппарат, и мы сделали такой веселый кадр, девушка стоит, улыбается. Я не знала, тогда даже не задумывалась, что рано или поздно он уйдет, и больше некому будет носить эти медали, что они теперь останутся только в коробочке. Товарищ Посяда работает в армейских артиллерийских ремонтных мастерских номер 36 в качестве старшего орудийного мастера. И на всем протяжении работы товарищ Посяда показал себя дисциплинированным, прекрасно знающим свое дело мастером-ремонтником артиллерийского вооружения. За быстрый и высококачественный ремонт артиллерийских орудий товарищ Посяда много раз получал благодарности. В 1942 году им воспитано два орудийных мастера. Товарищ Посяда нередко вел ремонт орудий под огнем противника, под угрозой окружения. Семь из них введены в строй без снятия с огневых позиций, как это было в районе Балабановки, без выезда из частей. За самоотверженный труд, за образцовую дисциплину и высококачественный ремонт Посяда награждается орденом Красной Звезды. Дедушка всю жизнь в мирной жизни работал скульптором и всегда считал, что в мирной жизни есть тоже место подвигам. Уже в преклонном возрасте его попросили принять участие в отливке памятника Жукову в Москве. Это огромная скульптура. Он довел ее до нужного состояния, чтобы поехать и устанавливать в Москву. Но сердце не выдержало такой работы, и дедушка попал в больницу. Больше он не работал. Время берет свое, и наступил день, когда дедушка уже не смог вставать с постели. И ему уже нужна была наша помощь и наши подвиги, наше терпение. Иногда это было сложно, но уходя, он всем сказал спасибо. И вот это было последнее слово, которое я услышала. И когда его нужно было провожать в последний путь, я почему-то посчитала, что надо взять его медали. И я прикрепила их на подушечку и понесла впереди него. И вот такое впечатление, что я этот путь какой-то недошедший прошла за него. И так получилось, что сейчас эти медали у меня в руках, и я понимаю, что мне с ними идти дальше. И что те подвиги, которым он меня учил в мирной жизни, уже мне самое время совершать. Товарищ Посяда, работая старшим орудийным мастером армейской артиллерийской ремонтной мастерской номер 1-40, показал себя честным, трудолюбивым и инициативным технически грамотным работником. Руководя ремонтом бригады в период подготовки к наступательным действиям частей армии, отремонтировал и подготовил к работе в зимних условиях 48 артиллерийских систем. Произведенная работа под руководством товарища Посяда охарактеризовала себя тем, что, продвигаясь с боем вслед за наступающими частями, орудия прошли 400-450 километров. И нет случая выхода из строя по причинам некачественного ремонта. За самоотверженный труд, за образцовую дисциплину и высококачественный ремонт Посяда награждается медалью за боевые заслуги.